Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 июля. Я хочу сейчас поговорить на тему по вопросам в комментариях. Иногда приходят вопросы, на которые очень сложно дать ответ, особенно напечатать. Вот одна девушка написала мне, подвязывала к тросикам, обломала томат, что делать? Ну, очень странный вопрос. Я ей ответила, что... А, я сразу не ответила, потому что, ну как я могу ответить, откуда я знаю, сколько она сломала, чего? О, в какой степени, совсем обломила, или верхушку. Я ей не ответила. Она написала, я вам задала вопрос, вы мне не ответили. Мне тогда стало еще интереснее. Она, и второй раз она не поняла, что на ее вопрос невозможно ответить. Ну, я ей написала, чего вы ждете? Я же не знаю, как вы сломали, что вы сломали, какой сорт, до какой степени. Я вам сейчас покажу на своем примере, как я сломала томат, и что я сделала. Потому что каждый случай индивидуален. Она же не написала, или она сломала вообще вот так под корень, что делать, или она обломила верхушку, или она обломила один ствол из двух. Это очень интересно, что люди ждут ответа, не понимая, что вопроса, по сути, они и не задали. Ну, сломали и сломали. Я ей написала, ну, обломили, выбросите. Можно вырастить через пасынок. Я вот этот куст сломала не так давно. У меня были высажены вот эти томаты рано, до холодов. Видите, вот это его напарник уже с плодами, а этот только зацвел. Почему такое отставание? Потому что, когда мы открыли вот этот вот полок, которым я укрывала от холода, внук тут у меня бегал, наступил и обломил. Он обломил всю верхнюю часть и с цветами, и с завязью. Ну, можно сказать, что вообще нарушил. Видите, вот этот вот ствол идет, вот он основной. Он его сломал у самого низа, вообще у самого низа. Ну, что делать в этом случае, когда обломлен томат вообще? Конечно, если время уже упущено, и если поздно, ну, тут единственное, что, как я сказала, выбросите, все. Сейчас уже подсаживать, наверное, смысла нет. Но он-то обломил мне не сейчас, а какое-то время назад. Я все-таки его оставила. Вот в таком случае, если вы обломили, и срок еще позволяет, например, у вас теплый регион, вы еще сможете вырасти через пасынок. Как всегда, выход один выращивать через пасынок. Я просто верхушку выбросила, а не составила. Вот появился пасынок. Пасынок очень быстро превращается в полноценный ствол. В такой же, как был раньше, только немножко с задержкой. На неделю, на две, дней на десять. И вот он уже у меня зацвел благополучно. Он сейчас завяжет также плоды. Просто единственное, вот у него одна кисть, вот вторая кисть. Просто будет чуть-чуть попозже, потому что тот, который был обломан, он должен быть уже вот с такими плодами сейчас. Плодов, конечно, на этом пасынке нет. Но если у вас такая ситуация, что у вас их мало, что выбрасывать вам жалко вообще полностью, но вы не выдергивайте, пусть отрастет. Если бы, например, еще ниже он обломил, тогда бы помог вот еще вот этот пасынок. Если останется вот совсем мало, без всяких пасынков, если вы оставите корень, вылезет прикорневой пасынок. Еще раз повторяю, что томаты очень живучие. Вот я показывала уже, что делать, если верхушка обгорела, в ниточку превратилась. Они у меня уже обросли, они тоже скоро зацветут. Вот обломался вообще основной ствол. И ничего, вот одна эта кочерыжка торчала, выросла через пасынок. Так что не отчаивайтесь, если у вас мало томатов, ничего не делайте, пусть она стоит, она вырастет. Получите хотя бы попозже урожай. А вообще, когда задаете вопросы, вы формулируете их более корректно. Я откуда знаю, в какой степени вы обломили. И как, может быть, просто верхушку, может быть, какой-то один стволик. И вообще, я уже всем говорила, что мне сейчас некогда сидеть и подробно печатать все варианты вашего решения, этого вопроса, что или так, или так, выведывать у вас сведения, как вы сломали, что вы сломали. Скорее всего, на такой вопрос ответа не будет. Это я точно говорю, что нужна более подробная информация для того, чтобы получить ответ. Ну все, с вами была Ольга Чернула. Это я постаралась ответить всем, у кого проблема, например, сломался или что-то там сгорел вверх. Ну, короче, если вы потеряли вверх томата, не отчаивайтесь, он у вас прекрасно вырастет через пасынок. Все. Субтитры сделал DimaTorzok